Приветствую друзья! Как вы уже знаете, за последнее время компания Tempotec выпустила целую кучу различных мобильных ЦАПов, полноценный карманный аудиоплеер V6, а также его настольную версию с поддержкой нескольких стриминговых площадок. И вот, похоже, мы дошли до кульминации небольшого, но максимально заряженного стационарного ЦАПа March 3 или просто М3. Внутри которого трудится свежайший конвертер Asahi Kasei Bluetooth версии 5.3 с льдокодеком. Есть поддержка DSD 512 MK. В наличии все популярные виды входов, обычные балансные выходы на наушники, а также просто фантастическая, как для такого малыша, мощность в 630 мВт на 32 Ом нагрузки. Заявка, прямо скажем, очень серьезная. О нем сегодня и говорим. Поехали. Пришел девайс небольшой черной коробки с наименованием модели, логотипами DSD MK, а также полным перечнем его входов и выходов. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, блютус-антенну и два одинаковых USB кабеля. Один для соединения с компьютером, а второй для подключения к блоку питания на 5 Вольт 2 Ампера. Нечто безымянное нам, конечно же, приложили, однако я бы рекомендовал задействовать какой-нибудь фирменный зарядник. Корпус САПа полностью выполнен из металла. Сверху у него, как видите, вообще ничего нет, а снизу вклеили две прорезиненных ленты. Из входов имеем классическую уже связку из USB, Bluetooth, оптики и коаксиала. Питание, как я уже сказал, идет по отдельному Type-C порту, а на выходе стоит RCA и два разъема под наушники. Классический 3,5 мм с выходной мощностью до 310 мВт и балансный пентакон с 630 мВт на 32 Ом нагрузки. То есть аппарат довольно-таки мощный, а следовательно, приспособленный даже для достаточно тугих планарных и, например, гибридных наушников. Из железа нам известен основной чип конвертера Асахикасей АК4493Сек, непонятный Bluetooth-модуль версии P3 с поддержкой SBC, а оси LDAC кодеков, целых четыре операционных усилителя OPPO 1688, а также поддерживаемое всем этим разрешение до 32 бит 768 кГц, DSD 512 и, что совсем уж неожиданно, MQA. Что там за чип на Bluetooth и какой USB-модуль мне, к сожалению, узнать так и не удалось, поскольку не получилось разобрать это устройство. На фронтальной же части, кроме описанных мною выходов, производитель разместил тактильно приятный регулятор уровня с чуткими механическими щелчками, три кнопки управления, а также небольшой, но достаточно информативный дисплей, на котором отображается тип подключения, параметры аудиопотока и в саунд-центре текущий уровень громкости. Большего, как говорится, и не требуется. По кнопкам это выбор входа, переключение уровня усиления и включение режима бас. Сразу предупрежу, последний к качественному звуку не имеет вообще никакого отношения, однако попробовать это усиление все-таки стоит. Такая фишка ради фишки, но интересно. По габаритам девайс прямо сверх компактный, выглядит достойно, ну и как и положено усилителю, слегка нагревается. Для использования подсоединяем к ЦАПу источник цифрового сигнала, в моем случае это ноутбук по USB. Второй Type-C порт идет у нас к блоку питания. К RCA можно подключить усилитель или сразу активную акустику, а к выходам на передней панели свои любимые наушники. Корректируем активный вход, настраиваем громкость и все, можно получать удовольствие от любимой музыки. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, однако лучше скачать и установить фирменный драйвер, который позволит использовать девайс со старыми версиями Windows и привнесет в ваш ПК так называемый ASIO-интерфейс, при помощи которого и можно выжать из ЦАПа весь максимум его возможностей. Кому же все это не нужно, к вашим услугам старый добрый VSAP с его эксклюзивными режимами. Со смартфонами и планшетами ЦАП тоже работает, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Ну и конечно же М3 может получать сигнал по блютуз, если вам так удобнее. Ничего плохого в этом не вижу, однако напомню, что по кабелю аппарат способен намного больше. Измерение я снимал в 24 бита 96 кГц на АЦП и Ванда Космос со всех выходов данного устройства. И к сожалению ни один из параметров искажений, указанных на сайте, не подтвердился. Да, здесь превосходная кривая АЧХ, шумовая полка на минус 155 дБ и прекрасный динамический диапазон, но вот искажения заметно выше заявленных. И кстати наводки от комплектного блока питания на трех с половиной миллиметровом разъеме тоже холодят спину. Надо все-таки использовать что-то получше. По искажениям же на балансном выходе я получил 323 сто тысячных процента, на три с половиной миллиметра 348 сто тысячных процента, а на RCA 240 сто тысячных процента. Но там сильно не хватало уровня для точного измерения на двух VRMS. Все тестировалось на высоком уровне усиления, однако на низком примерно то же самое. Минус 95 дБ на гармонических и минус 105 дБ на интермодуляционных искажениях. Ничего страшного конечно, однако хотелось бы видеть заявленный производителем циферки. И да, на чистом питании тоже проверял, особо ничего кроме трех с половиной миллиметрового выхода не меняется. Ждем обновленной прошивки, иначе непонятно откуда переписаны значения в характеристиках. По звучанию же ЦАП очевидно нацелен на максимальный контроль, четкость и высокий уровень техничности. Настолько, что звучание начинают отдавать стерильностью, неестественной такой пустотой и отстраненностью. Технически придраться здесь сложно, все очень чисто, детально и хорошо прорисовано, однако слушать такое просто не интересно. ЦАП словно не заинтересованный в результате, скрипач прекрасно передает материал, однако без глубины, погружения и так сказать эмоциональной составляющей. Все хорошо, однако такая музыка не цепляет. Мне еще не хватило так называемого тембрального объема, правильного эшелонирования и акустически естественной атмосферы. Все как-то слишком прямо и пресно. Да, для рока, металла или какой-нибудь агрессивной электроники такое может оказаться в самый раз, а вот любителям джаза, ритм и блюза, фолка или чего-то инструментального или вокально ориентированного, все это вряд ли понравится. То есть все четко и максимально технично, но не более того. Согласен мощности здесь за глаза, высочайший уровень разрешения, есть LDAC MK, но из-за всех этих плюшек робко выглядывает бюджетный по своему характеру звук. Не скажу, что он плохой, это далеко не так, свои деньги он на 100% отрабатывает, однако без каких-то аудиофилских тонкостей, подчеркнутой мелодики или явно выраженной экспрессии. Скорее тут властвует нейтральность, мониторность и холодная такая безликость. Добротный ЦАП в бюджете до 100 долларов, однако не более того. Подытожим. Приличный бюджетный ЦАП с акцентом на скорости, разделении и четкости. Если учитывать, что это сразу и ЦАП и усилитель для наушников, однозначно стоит присмотреться. Однако я бы рекомендовал взять что-то подороже. В целом прилично, но плоско и как-то без огонька. Разбирая по частотам, здесь довольно собранный текстурный бас, акустически правильная масса, неплохие по прорисовке средние частоты и грамотно сконфигурированные верха. Они не рычат, не режут и при этом никак не задвинуты. Из наушников мне не понравилось, как ЦАП сыгрался с многодрайверными чисто арматурными моделями. Более-менее было на гибридах и динамике и прямо неплохо на планарных Hook X. То есть попытаться облагородить звук при помощи наушников можно, но с очень переменным успехом. Рокерам и металлистам есть смысл присмотреться. Все тут четко и брутально. Ценителям же акустических произведений лучше посмотреть в сторону новинок от топпинга и смсл. Подводя итоги, стационарный ЦАП с усилителем для наушников Tempo Tech M3 порадует вас небольшими габаритами, поддержкой аудио самого высокого разрешения, наличием блютуз-хода и приличной такой выходной мощностью. По звуку же все неоднозначно. Да, чисто, технично и мониторно, но без каких-либо аудиальных изысков, глубины, тембрального объема и эмоциональной выразительности. Все скупо, плоско, но четко и очень задорно. В различных агрессивных жанрах тут, конечно, есть где разгуляться, а вот для джаза, академической музыки или просто акустических исполнений все, на мой взгляд, ровно на свою цену. Можно чуток воздействовать на звук за счет наушников, однако кардинально это ничего не изменит. С планарами, кстати, он лучше всего ладит. Добротный бюджетный ЦАП с прямо солидной такой выходной мощностью. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП ТМПТЕК М3. Всем добра. Подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем друзьям добра.